Приветствую! Почему тебе нужно оформить отсрочку как можно скорее? История одной семьи. Не вымышленная история, а реальная история, с которой я столкнулся сегодня. Вот пару часов назад мы встречались с человеком. Какая история? Человек, мужчина, уже в пенсионном возрасте, инвалид второй группы. У него есть сын, единственный сын. И у этого сына, как мы понимаем, есть право на отсрочку. Потому что мама тоже пенсионер и в принципе в таких ситуациях ТЦК дают отсрочку. Как вы думаете, оформили ли они отсрочку? Нет, не оформили. Ну вот они расслабились, считали, что отсрочка и так есть, что там нужно еще возиться с этим актом продогляд. Да, ну не уследили за изменениями законодательства, что теперь акт не нужен. Но в принципе, у нас же право на отсрочку есть. Все, сидим спокойно, на расслабленном. Никто не оформляет отсрочку. Что в итоге происходит? В итоге он выходит из дому. И возле дома молодого человека встречают, кто? Представители ТЦК и ЕСП. Они рассказывают ему, что он якобы находится в розыске. Так или не так, мы еще не установили. Но вот они ему говорят, что ты в розыске, надо ехать в ТЦК и разбираться, что и как, зачем и почему. Хотя у человека обновлены данные, но вот такую историю ему рассказали. И он с ними поехал. Как вы думаете, какой результат? Результат простой. Человек уже в учебке. Это было несколько дней назад. Сразу же в тот день они не обратились к юристу, пытались как-то своими силами решить этот вопрос. Но в итоге человек оказался в учебке. И кто-то скажет, ну и что, пусть уволятся теперь. Но нет. Тот факт, что наличие отца с инвалидностью второй группы дает право на отсрочку, с 18 мая не дает право на увольнение с воинской службы. Да, вот у нас так интересно получилось, что с 18 мая произошел рассинхрон 26 статьи закона о воинской обязанности и воинской службы, там где предусмотрен перечень оснований для увольнения из ССУ, с статьей 23 закона о мобилизации. То есть, получилась странная ситуация. С одной стороны, наличие отца с инвалидностью второй группы это право на отсрочку, а с другой стороны, уволиться на этом основании ты не можешь. Уволиться ты сможешь только в том случае, если отец нуждается в уходе. То есть, инвалидности здесь уже недостаточно, только необходимость в постоянном уходе. А так сложилось у них, что, ну, отец хоть и имеет инвалидность, но он не является там лежачим, да, он работает, ну, работает даже еще официально. И что получается? Из-за того, что у человека не была оформлена отсрочка, его призвали. То есть, если бы у него была оформлена отсрочка, если бы он показал в резерве, что вот есть отсрочка, ну, понятно, что от него бы отстали и все. И даже если бы он был в розыске, да, его бы там отвезли, понятно, могли бы штраф выписать, но в итоге бы отпустили. Почему? Потому что есть отсрочка. Друзья, учитесь на ошибках других людей. Не допускайте такого, не сидите, не ждите чего-то. Вот те времена, когда я говорил, если вы посмотрите старые мои видео, да, и кто мне звонил, я говорил в свое время, что там можно не оформлять отсрочку. Носите с собой документы просто, которые подтверждают право на отсрочку, и все будет нормально. И да, были времена, когда это было нормально, этого было достаточно. И видя эти документы, как правило, человека отпускали, даже повестку в ТЦК ему не вручали. Но сейчас эти времена закончились. И сейчас для защиты себя, для защиты своего права на отсрочку, вам нужно оформить эту отсрочку. При этом напомню, что у тех людей, которые стоят на учете, у тех людей, которые имеют хотя бы военно-учетный документ, сгенерированный через ДИЮ, кстати, напомню еще раз, если вы не установили резерв, если вы не обновили данные, то у вас все равно есть шанс сгенерировать военно-учетный документ через ДИЮ и с ним получить отсрочку. Вот здесь я размещу ссылочку на видео, где я подробно об этом рассказываю. И еще, друзья, с учетом того, что было, признаюсь честно, достаточно много жалоб, жалоб на меня от моих же клиентов, Я принял решение, что все-таки по вопросу отсрочек снизить цену на адвокатский запрос. Потому что, ну, вы знаете, цена была 4000 гривен, вот теперь мы снижаем до 2000 гривен. В два раза снижаем стоимость адвокатского запроса. Кому он нужен? Если вы отправили отсрочку по почте, если вы отнесли документы лично, но вам не дают никакого ответа, вам не звонят, никакой информации нет, и ни в резерве, ни в ДИИ отсрочка не появилась, то вы можете подать адвокатский запрос, и таким образом, ну, он достаточно эффективен, мы, как бы, напоминаем о вас и получаем отсрочки. То есть, в этом случае адвокатский запрос, причем, знаете, очень интересно, получается, они не всегда нам отвечают, но появляется отсрочка в резерве. А это для нас самое главное. При этом, хочу сразу сказать, что раньше, чем через три недели, после того, как ТЦК ЕСП принял ваши заявления на отсрочку и документы на отсрочку, подавать адвокатский запрос мы отказываемся, потому что смысла в этом абсолютно нет. То есть, вот, три недели – это, в принципе, тот срок, за который вы, ну, вы просто ждете, и раньше, чем через три недели, подавать адвокатский запрос не нужно, надо просто вот набраться терпения и ждать. После трех недель – да, уже смысл определенный есть, потому что с большой вероятностью, ну, вот, про вас просто забыли. Где-то эти документы закинули, где-то это письмо закинули, и его уже не обрабатывают. Поэтому три недели ждем, точно не нужно обращаться, не будем подавать. После трех недель – да, уже смысл имеет. И еще раз, друзья, я вас очень прошу, если у вас есть право на отсрочку, учитесь на ошибках других. Не сидите, не ждите у моря погоды. Не надо бояться, что вы там засветитесь, а вас узнают и т.д. и т.п. Чтобы не оказаться вот в такой, в тяжелейшей ситуации, в ужасной ситуации. Ну, вы понимаете, просто вот одно дело, призвали человека, у которого нет права на отсрочку. Ну, это ладно, понятно, вопросов нет. Но вы вдумайтесь, как вы себя будете чувствовать, если у вас будет право на отсрочку. Из-за того, что вы вовремя не подали документы и не оформили отсрочку, вас призовут, а уволиться вы на том же самом основании не сможете. Вы понимаете, в какой вы ужасной ситуации окажетесь. И все, что вам нужно в этой ситуации, это подать заявление на отсрочку, приложить документы, отправили по почте и все. Но, если отправляете по почте, рекомендую нотариально заверить эти документы, естественно. Не ждите, что называется, у моря погоды. Здесь все зависит от вас. Подавайте документы и не попадайте в такие ситуации. На этом у меня все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к видео. И напомню, в описании к видео также есть ссылочка на видео, где я рассказываю, как получить военный билет через ДИЮ для тех, у кого его нет. Ну и, собственно говоря, на этом все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.